здравствуйте друзья у нас с вами сегодня встреча на канале голос силиконовой долины у нас канальное казачество силикона голоса силикона войсовое казачество вот у нас казачка представляйтесь кристина донская казачка но и последнее время значит кристина у нас казачила в новой зеландии три с половиной года года отбатрачила отказачила вы откуда родом родом из ростова на дону правда это вы тут у нас вампирку изображен так вы были отмечены так хорошо значит все таки родом вы из ростова на дону но 10 лет как бы до переезда в новозеландию в калининграде жила в смысле вот вот в том на балтике хорошо так погодите 10 лет вы школу там заканчивали так а как вы попали я извиняюсь за кордон в новозеландию ушли с войском когда такая долгая история потому что когда я встретила мужа своей в своем студенчестве он ему понравилась программа work and travel и он приехал да он приехал обратно и и стал искать пути чтобы приехать или в америку или другую англо-говорящую страну хочу уточнить вы по какой специальности так сказать казачили в университете университете строительство пгс промышленное гражданское строительство это у меня казаки а у мужа энергетика так то есть вы так по сути они за да не тоже там по макушечкам верхушечкам на век тросе сложно да так подождите учились учились доучились или так и я доучилась он на три года старше меня он закончил немножко пораньше и стал искать пути мы обратились в одну из фирм вот и они нам предложили что иммиграция в новозеландию будет для нас такая приемлемая и как бы это лучше можно я уточню это решила об иммиграции иммиграции или решила об иммиграции в форме поработать день нелегальный и потом неизвестно что нет о нормальной легальной иммиграции то есть такие фирмы что ты идешь и они действительно без дураков нормально все делают да да то есть они делают например миграция через учебу в новозеландии очень распространенная они предложили исходя из его опыта работы и образования что вы можете попробовать туда это как студент как студент а студенту потом легко трансформироваться намного легче чем здесь намного легче вот я извиняюсь портнов компьютер скул это наше лого а это наш чай так вот и они предложили что он будет продолжать свою специальность то есть не изменять специальности а именно как бы доучиваться достаточно быстро получается ну два года хорошо подойдите а живете вы на какие средства я извиняюсь этого года если если у мужа студенческая виза жена получает full time work visa поэтому как бы я могу работать сколько я хочу выработали сколько хотели да я работала и у мужа 20 часов работы он тоже работу сразу нашел можно было в университете подрабатывать слушайте то есть вы еще шиковали ну первый год мы совсем не шиковали скажем так но потом уже полегче как-то стало хорошо все таки значит обучение дешевое получается что вы могли и и жить и учиться и общежития можно там найти предоставляют то есть это намного меньше чем снимать апартменты и договориться с менеджером и для семейной пары для детей я не думаю что там с ребенком пустят но как бы для молодых да народ симпатичный там живет в новой зеландии народ ну чонгачанга да нет нет ну как чонгачанга очень вы протуземцев что ли да протуземцы нет но вот там вот такие как вот эмигранты белые мне кажется это самые такие дружелюбные люди открытые любят это завалитничок то новозеландцы да они очень на англичан похожи да они начинают там со среды по бокальчику новозеландского вина конечно красненько нет они на белый что какой-то геористра минер нет нет так хорошо и так значит вот такая жизнь а там не нет островного синдрома вот нет еще не штыкут завязывать есть есть и это можно как бы отнести и к плюсам можно отнести к минусам потому что если к минусам то есть ты живешь как в деревне одной ну а плюс то что тебя не интересует все что вообще в мире происходит и живешь какой-то своей жизнью где все хорошо и коровки там коровки до барашки так все таки вот будучи такой островной страной вы же по идее должны быть там были завязаны на весь остальной мир вы должны эти барашков куда-нибудь продать мягко они продают да все таки как-то все таки влияет на тебя там и финансовые кризисы экономические или как как-то это все проходит очень гладко вот ты не замечаешь как простой человек я не знаю как здесь в америке но там они сказали что был кризис но я что-то не заметила хотел спросить так но уже вот тут я понимаю ребята там девчонки симпатичные там местные или вот как в англии как в англии вот если кто был в англии сравнить их они очень похожи рыженькие такие мальчишки симпатичные есть там да очень много людей занимается спортом там очень вот так казалось бы живешь на природе тут горы океан они там плавают купаются да это один из водные виды спорта очень распространены и хайкинг то есть вода позволяет температура в костюмах только как у нас тут да так прохладно хорошо сюда то вы как попали выиграли грин карту то есть вам мало было вы продолжали играть а вот все-таки процесс легализации вы там как-то завершили то есть у вас было постоянное какое-то там место же у нас получается при подаче на грин карту когда мы выиграли мы стояли перед выбором или подаваться на вид на жительство в новозеландии или уже продолжать с грин картой вы были на грани были на грани вы чувствовали себя уже типа типа новозеландцами или вы чувствуете что это промежуточно надо валить куда-то ну у нас всегда была такая цель приехать в америку поэтому мы думали через новозеландию но в америку мы попадем хорошо получилось как давно вы приехали в америку в два месяца в челаточках откуда же вы про нас знаете вы же там отрезаны от всего мира через форум говорим про юэс так а вы там у вас там кликух какая-то да кристина зима и у меня там есть моя страничка зима кристина зима зимой родилась вот и у меня есть там моя тоже страничка и ребята говорят давай давай расскажи нам больше о новозеландии потому что людей очень интересует миграция это правда и у нас вот парень выступал если вы видели я видела да он немножко с точки зрения туриста рассматривал он приехал как турист а потом вроде на студенческую визу перешел ну не суть да и у него вообще судьба была такая он жил себе жил там был вроде как там дагестанец хотя а потом ски торговался с кем-то тот его счет торгуешься как еврей и дальше выяснилось что есть еврейские корни и вот он уехал в израиле потом уже в новую зеландию потом уже сюда хотя поэтому у вас это было не так неожиданно значит вы так у вас кубанские такие казачьи корни так два месяца вы как приехали чем муж занимается муж сейчас и он сразу пришел приехал и начал искать работу как там восемь часов в день он искал работу то есть подача заявлений какую работу ты искал электрико инженерируем то есть он закончил то да он закончил он проработал там год на большую компанию обслуживание подстанции то есть он такой энергетик фактически он энергетик да отлично вот вот буквально на той неделе в пятницу ему пришел джобофер ну приглашение на джобофер ручку позолотили да я хочу сказать что никаких лицензий американских у него нет то есть у него закончена новозеландское образование электришин в новозеландии как бы и все равно нашел работу то есть здесь везде требуется везде пишут то есть минуточку он там не был инженером он был нет он получил он получил все равно он был электришин то есть он работал электриком не инженером электриком а завозил один кем работал обслуживание подстанций но это инженерная позиция была нет хорошо я я понял так прибыл он значит в америку и сейчас нашел работу какую тоже вот такого же технишин да а окей ну хорошо а по-английски вы хорошо уже все говорите у меня не так хорошо как у него у него конечно язык такой хороший технический а почему это у вас то он то знал английский до того как приехал на зеландию я приехала вообще без языка практически мне жарко стало вот и шапки вот такую одену тоже вроде как-то по той же линии проходим с вами я кстати хочу сказать что я в этой папахе вот то что у меня думаю жене надо показать про поехал вчера не вчера там когда-то последний раз ехал одел на голову и значит там я еду и знаете что в сон клонит так вот голову согревает и так начинаешь присыпать поэтому я ее снял голову стала холодной и наехал так что с папахами друзья надо осторожненько и вот значит приехали в америку про нас вы нашли на форуме а почему вы решили что вот вы сейчас вдруг вот это как-то к вам относится ну вот чего друг друг раз тебе теста мне нравится компьютерные технологии мне нравится что когда что-то случается с компьютером у меня муж сразу зовет меня иди разберись то есть получается наоборот немножко о как ну да но конечно он энергетику там трансформатор может заменить по деталям и найти что-то то есть у нас в классе full time который начался 13 октября то есть вы фактически две недельки 3 недельки проучились так как она вообще усваивается мне очень нравится честно мне кажется как бы это мое а вот в группе у вас вот есть вот видно что кто-то там совершенно не тянет например или допустим ну ну не пробиться там что-то не поймешь что мы тут делаем или потерянные люди есть прям вот потерянных потерянных нету так есть люди где-то что-то задают вопросы но они получают ответы обували забывать задать такой вопрос зададут уже жить не хочет думаешь вот так у нас сколько технических классов не началось прям таких поэтому у нас еще впереди просто тестирование само по себе хорошо я почему от вас спрашиваю потому что очень много дискуссий вот и на форуме тоже и вообще в любом месте в любом месте где кто-то говорит что можно относительно быстро выучиться на какую-то такую работу профессию техническую с тем чтобы тебя работу сразу вот но буквально но быстро ну и год это невозможно особенно с этой гуманитария было оставить гуманитарий будет на очень много ну я никак нормально то есть ничего страшно а что вот с вашей точки зрения что с вашей точки зрения ну вот необходимо с точки зрения навыков с точки зрения может быть качеств человеческих чтобы успешно это делать вот есть люди которые вот явно что-то нет ни то или не так и вот видно что они куда-то уносит но группе у меня я таких не вижу но вообще английский язык это мне кажется это первое что надо то что если люди подумают с плохим языком сюда приходить то лучше наверно как бы подучить английский потом приходить не тратить свое время есть очень тонкий момент который многие не понимают значит вот до того как в школу попадут до того как проучиться не понимают в упор есть два разных барьера которые надо преодолеть в английском первый барьер это барьер который как бы понятен всем они говорят ну я могу я может быть 80 процентов только понимаю на уроке но я читаю книжку я по три раза перечитывая по пять раз видео прослушиваю я слова незнакомую выписываю я я могу учиться и это абсолютно не тот уровень о котором идет речь и с которым можно даже всерьез принимать что ты можешь пойти это делать потому что скажите вы потому что я думаю так вы так кивали думал нет да потому что дальше наступает момент когда надо ходить на интервью и выясняется что люди которые со словарем или там по три раза прослушивая или там еще чего-то они вроде как а я нормально учусь это пошел без языков я нормально учусь а когда дальше он идет на интервью и он и все и на этом месте закончилось и когда-то вы знаете 20 20 сколько там один год назад когда вы начали эту школу никто не верил вообще что такое в принципе может быть потому что у нас тогда вообще были одни русские практически никто по-английски не говорим в толку и это вообще было немыслимо как же так но в то время было другое тестирование он сидел в углу что-то себе ковырял и там в бактрекинг дэйтэбэйс сбрасывал там свои репорты поэтому если он научился репортики писать корявым язычком он уже мог работать сегодня у нас отжают сегодня у нас сроки такие сократилось сегодня общение это ключевой момент уже если ты не общаешься хорошо и свободно ты не можешь участвовать в процессе сейчас есть компании где нету этой бактрекинг дэйтэбэйс вот они сидят рядом вот он нашел программиста смотрю и пошел починил нету времени на вот этот весь на весь этот процесс вот у меня есть менеджер говорит а чему ты хочешь у нас вообще нету бактрекинг систем я говорю я же не для вас учу я для профессии поэтому сегодня тестер это человек у которого не может быть вот этот брокен коммуникейшн это он должен быть вполне вполне да но я могу сказать что одного английского даже в этом тоже не будет достаточно потому что есть такие люди у которых характер как бы он чувствует себя некомфортно в общении или еще что-то поэтому это одна из составляющих быть хорошим но вы в стране не раз не выдерживают потом пришел интервью это же стрессовое если ты под стрессом начинаешь заикаться или знаете меня случай был девочка приходит на интервью вот тут вот в соседней комнате был дел там менеджер сидит они там по одному заходят заходит девочка он и говорит здравствуйте она ведь здравствуйте потом смотрит на него и говорит скажите можно я домой пойду он говорит конечно иди понимаешь на интервью пришла но но стресс ну надо надо преодолевать в принципе мы все через стресс ходим и разница только в том что между людьми успешными не успешно потому что успешный человек он ему неприятно и он может быть боится и он трясется но все равно делает потому что надо поэтому мотивация очень важно уже деваться некуда ты идешь и делаешь а когда-то вроде и ушел куда-то и на этом все закончилось но это не ваш это не фоллтайм фоллтайм у нас обычно ударные они съезжаются со всей страны и там у нас такое лимитированное время нужно все успеть за это время да вот недавно итоги подводили и вот группа была началась примерно вот как вы только год назад в ноябре и сейчас уже они там показывают учились там практика и мы сейчас вот подводили итоги из всей группы один человек не работает пол полная комната народу один куда-то не знаю куда-то затерялся поэтому фоллтаймные классы это наше можно сказать вы чувствуете там вообще симпатичная такая я хочу сказать а вот вы когда студенткой были вот с мужем познакомились там у вас ну как-то так много кавалеров было кавалеров ну не кавалер но претендентов на ваше внимание но были да так а вы выбрали мужа на а почему что он мне показался очень надежным человеком надежный серьезный но и тот с чувством юмора он всегда может развеселить какой-то струнной шуткой то есть вы бы уперте нет нет не в том смысле что компромисс но если вы взяли что-то делать вы будете делать да 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 то есть у вас такие это хорошие знаки как так людей которые живут такие бульдоги они вцепляются и ну как бы я себе ставлю цель я вижу преимущество и мне нужно ее сделать а друг с другом вы так нормально обладите да хорошо 8 лет отношений 8 лет семейные отношения столько не живут вот так вот да вы что да а не то что само по себе так мы ну я люблю психологию читать и как бы его к этому делу тоже так подстрикаю а вы видели у меня тут вот психолог там я его видела ну именно видео видела но я не слушала еще пока что думаешь что там психолог нет у меня сейчас просто полутаем учебу ну да да сейчас не до этого вы сейчас меньше наш канал смотрите меньше а ребята в классе смотрят наш канал да обсуждается там что-то ну да ну вам там комплименты какие-то говорили там про хэллоуин в смысле ребята фуллтайм которые ну которые в классе ну конечно мы ходили и отмечали мы так еще руками делали вот так вот завлекали жертв ну да мы все так дружные компании у нас на фуллтайме то есть вы что вы ездите вместе куда-то на океан там или мы собираемся сейчас куда-то поехать а так мы хэллоуин вместе праздновали или там просто в парк пойти погулять вот здесь рядышком автомобиль есть у вас? у меня нету у ребят есть у мужа? мы здесь еще пока любили сейчас уже с ремонтой будем покупать хорошо ну то есть настроение боевое да мы же приехали покорять Америку и опыт у нас есть пока муж пока муж искал работу но еще не имел это на вас не давило как-то вот стрессом каким-то там депрессу давило давило потому что ожидания были больше вот но я так поняла немножко почитала статьи и поняла что как бы такой процесс нахождения работы здесь не такой быстрый нет вот вообще ожидания надо умеренно планки себе ставить потому что сам себе поставишь какую-то планку дурацкую а потом сам с этим воюешь и и все тебе виноваты или сам себе виноваты какой-то стресс начинается нехороший это надо аккуратненько с этим ну чуть-чуть да было но как бы через месяц только все стали предложения звонить если он отсылал резюме свое 13 января то звонки и стали приходить насчет этого резюме 13 октября чего да ё-моё ну это говорит о том что он находится в такой индустрии где нет такого живого жора да как допустим в IT а так но если там есть что-то но там если берут то есть инженера то они как бы его берут обучают и все и надолго и надолго да стараются ну да потому что там электроэнергия всегда нужна да ладно так а он не думает менять профессию ему нравится он как раз не нравится чем он занимается ну чё же он хорошо так ну он тоже перспективная в плане зарплаты а вот с точки зрения жизни именно в Кремниевой долине ну понятно школа наша вы так нацелились поехали но сколько вы за лент платите что вы снимаете комнату 650 с девочкой не понял у вас трое там что ли с девочкой в комнате у вас квартира квартира двухбедрумная два бедрума один бедрум у девочки нет нет давай у нас квартира двухбедрумная так вот в одной комнате живет пара не вы а не гугл а а окей там одна пара там одна пара а в другой комнате я и девочка Муж-то где? Муж в Бостоне. Я с Массачусетси прилетела. Ой, ё-моё. Слушайте, это прямо как детектив какой-то. До меня только сейчас дошло. Да, вы не спросили, откуда я прилетела. Я думал, вы тут прилетел, с Новой Зеландии. Я понял. То есть вы мужа оставили в Бостоне. Да. Значит, тогда следующий вопрос у меня возникает. А дальше-то что будет? Обратно в Бостон. Ну да, то есть вам гораздо проще найти работу в Бостоне, чем ему тут. Я думаю, что да, хотя здесь тоже были предложения. Ему? Да. Но он сказал нет. Мы пока решили в Бостоне. Ну хорошо, Бостон тоже не дешёвое место, конечно. Да. А что он там снимает? Он жил у друзей, у наших американцев. А сейчас он переезжает, пока буду комнату снимать. А когда я приеду, уже апартамент. По чём там апартамент? В самом Бостоне, в бостонской эре от 1500 на бетрумный можно найти. То есть тоже не дёшево? Ну, мне кажется, чуть-чуть дешевле, чем здесь. Чуть-чуть, незавного, да. Да, ненамного. Ну что же, хорошо. То есть вы, можно сказать, такой перелётный тестер? Да, у нас. Хорошо. А вот такой вопрос я никогда не общался. Ну, в смысле, общался, не интересовался. Люди, которые из южного полушария в северное, из северного в южное. Вот это вот. Это как-то вот эта зима-лето, вот эта переключка, она как-то ощущается или очень естественно всё? Ощущается, недели две-три ощущается. То есть есть такой, думаешь, что это я, вроде только что лето был, и вдруг зима? Да, причём в Новозеландии там же всё наоборот, там когда везде лето, то у них зима. А когда у вас зима, то у нас лето в Новозеландии. Ну, там снабжение хорошее, там в магазин заходишь, там на полках всё лежит. Вот я бы не сказала, всё привезённое, всё из Китая, не очень хорошего качества. Вы про шмотки? Да. А вы про что? Я про еду. Про еду. Ну, мне здесь больше нравится, чем там. Ну, там есть, кроме животноводства, там есть нормальное сельское хозяйство, там где выращивают фрукты, лови, ну, фрукты, не знаю, овощи. Овощи с Калифорнии иногда привозят. А вот клубничку там, ну... Клубника, да, клубничка, да. Своя? Да, бананы, мандарины, апельсины. Да, бананы. В Новой Зеландии? Да. Можно жить. Да, у нас за окном дерево. А здесь кокосы? Кокосы, вот они есть, но такой вид, который как бы их есть, не то что нельзя, но как бы они безвкусные. А вот, например, Австралия, это далеко или... Я понимаю, что ближе ничего нет, но так вот... Если я не ошибаюсь, это четыре с половиной часа лету. Лету? Я там не была, да. Это фактически как отсюда, вот в Бостон полететь? У меня 6.30 до Бостона. Это что, с пересадкой, что ли? Нет, я летела 6.30. 6 часов 30 минут. С кукурузником каким-то даже, я не знаю. United. Я не представляю, как можно. Надо бы против сильного ветра лететь. Наверное. Так. Ну, хорошо, но все равно это далекий, серьезный перелет. Да. Это ближайшая Австралия или что там? Из больших стран, да. Нет, ближайший город какой-то ближайший или там... Но Австралия тоже большая. Ну, вообще Сиднея. Сиднея, но были в Сиднея? Нет, я в Австралии не была, к сожалению. А что же уже там рядом? Потому что мы работали, 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 работали. Даже кенгурушечку не посмотрели какую-нибудь. Ну, я думаю, у нас еще все впереди. У нас там друзей много осталось. Тут их продают, но уже так, чтобы скушать. Кенгурушечек? Да. Можно пойти в ресторан там и... Что-то мне не хочется пробовать. Вы пробовали? Да, нормально, хорошее мясо. И страусов тут разводят, тут фермы страусиные. И кенгурушечки тоже есть. Только баранину новозеландскую. Баранина хорошая. Ну что же, ладно. Может быть, у вас есть привет передать. Или там ребятам, которые нас смотрят, тем более вы на форуме, активистка. Вот у вас какие-то сомнения, наверное, были, я не знаю. По поводу приезда в Америку или обучение? Может быть, Америку, может быть, про школу, может быть, про жизнь какую-то. Знаете, все-таки, когда ты там не был, а только смотришь там в окошко чужими глазами. Знаете, а мне все время говорят, что я вот вру, потому что я материально заинтересованный. То есть, ну вот, да, вот, и что Америка – это хорошо, и что там за тестер можно выучиться. Вообще, все, что я говорю, оно как бы, вот есть какая-то такая заинтересованность. То есть, может, я все вру. У меня, конечно, были сомнения, как бы, если у вас нету сомнений, это вообще немножко странно. Вот, но мне написал парень из Калининграда, который выиграл грин-карту, и он сказал, я тоже поеду в школу Портнова учиться, только раньше, чем ты. Я говорю, ну хорошо, ты мне напиши, стоит ехать или нет, все-таки земля, калининградец. Вот, он закончил, получил платную internship и написал мне, Кристина, ехать стоит. И все, как бы, все сомнения отправляют. А где он сейчас так, что с ним? Он, ой, я не помню, на какую компанию работает, он живет со мной и рядышком на улице. То есть, он уже работает, уже не просто internship, он уже дальше пошел. Ну, они не сказали, что они продолжают контракт, они как бы молчат, но он работает. То есть, грубо говоря, он где был на internship, там пока и работает. Да, там остался, там остался и пригодился. Ну, ничего, на самом деле, даже если ему мало платят, потому что обычно там где-то интерном, если тебя оставляют, обычно тебе много не заплатят. То есть, все-таки вот этот психологический барьер, знаешь, у тебя платят 15 долларов, но кто тебе даст 35 сразу, понимаешь? Поэтому могут дать 22, там, или там, 25. Но дело не в этом, дело в том, что счетчик пошел тикать. Поэтому каждый месяц, который проходит, он свои виртуальные деньги, как бы виртуальная его стоимость, она растет. Ее дальше надо раскишить, как бы эту стоимость, даст, надо прийти в другое место, где тебе за это деньгами дадут. Но, во всяком случае, уже вот это валью, оно пошло. Да. Ну, хорошо. И там, причем, 5 человек и все со школы. Вот я не помню компанию, к сожалению. Ну, я вам скажу так, что здесь есть компания, вот здесь, вот недавно мы со Софией туда ездили, там 52 человека, из них 50 из школ. Вот, видите. Поэтому, да, но это, знаете, как, долина большая, и где-то вот то, что мы изучаем, оно как бы не вписывается. Где-то просто уровень сложности более высокий, и там нету пространства для начинающего совсем. Ну, и так далее. То есть, есть самые разные, как бы, критерии в компаниях, но, слава богу, есть там, наверное, штук 50-60, которые все время подгребают. Так что, у вас из группы еще никого не дернули на практику? Пока нет. Потому что мы постоянно ходим, у нас людей не хватает. Пока еще нет. И мы все время выдергиваем. Надеемся. Да, не сомневайтесь. Что кого-то скоро заберут. Да. Меня, например. Муж-то скучает? Муж, да, но у него сейчас будут другие заботы, поэтому, я думаю, скучать сильно не придется. А вы? Я не успеваю скучать. Я скучаю, но я думала, я буду сильнее скучать. Ну, вы как-то в скайпе там общаетесь. Мы каждый день, да, созвоним. Ну, хорошо. Хорошо. Это очень, как сказать, sweet. Да. Хорошо. Я, на самом деле, очень люблю, когда молодые семьи, и сейчас, я боюсь, вы сейчас скажете, какие же мы были молодые, нам было там по 42. Нет, я вижу, что молоденький совсем. Мне очень нравится, когда люди молодые, потому что, чем старше становишься, тем сложнее, как сказать, адаптироваться к другому человеку. Потому что, когда вообще мозгов нет, вот мне там было 19-18, Женя. Да, 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 нормально все, понимаешь? А идти в 30 лет там кому-то, правда? Да. Ну, ничего, уже все позади. Уже все-все нашли. Да, уже можно сосредоточиться на учебе. Да, ну, как бы я могу сказать, что адаптация вообще легче немножко происходит, потому что опытом новозеландский очень сильно помог. Конечно. Даже за эти 3,5 года. И сравнение, например, Америки у меня идет с Россией, с Новозеландией. То есть Россию даже как бы не сильно-то рассматриваю, то есть что есть там, а что нет. Я наблюдал очень похожую картину в конце 90-х, когда много народу стало приезжать по рабочим визам из разных стран. И вот, в частности, были наши соотечественники, которые успели пожить там 3, 4, 5, там 10 лет в Израиле. И они тоже, они сравнивали не с тем, как они где-то жили, а с тем, как они в Израиле. И я помню, был парень, мы его ждали ждать, он должен был приехать, но мы не знали точно, рейса не было, мы его встретили. И вдруг он раз, вот здесь вот в двери возникает. Я говорю, как, как это все? Он говорит, как это, приехал, взял машину в ренту и приехал. И те люди, которые в то время приезжали там из бывшего СССР, они не могли. То есть это было абсолютно немыслимо, чтобы вот он приехал в аэропорт, взял машину и прикатил. Вот, и я, он говорит, послушайте, я же, говорит, не-не-не, там, не откуда ты, вот мы из Израиля, там, нормально. Вот, так что опыт эмиграции, друзья, помогает. Каждая следующая эмиграция легче, чем предыдущая. Это точно. Ну и плюс опыт работы и опыт общения с людьми других национальностей, это, конечно, помогает. То есть надо быть более открытым. А вы не были сильно, вы когда первый раз попали за границу, так боишься всех, думаешь, идет какой-то туземец, думаешь, сейчас по башке даст. Или там что-нибудь такое, думаешь, непонятный какой-то человек, надо бы подальше от него держаться. Было? Ну, от туземцев, да, чуть-чуть было, но всегда было это от любого человека. От майори, да? Маори. Маори, да. Да, но так, как обыкновенные люди все. Они наоборот, они очень такие, они просто ленивые люди, которые любят очень много кушать, но они дружелюбные нам. Друзья, а кто, кто не любит? А кто не любит кушать, да. Но они дружелюбные очень. Кажданалит, нибудь, народ любит покушать? Ростовская область. Ростовская область. Да, сальца, парчичка. То есть, прям как украинские дети. Да, у нас акцент ГЭКО не такой тоже специфический. Казаки? Что? Да. А вы что-то не ГЭКО видите, можете? Я же в Калининграде уже 10 лет прожила. Ну да, уже отрезанный ломоть. Отрезанный ломоть ростовского, донского казачества. Хорошо, друзья, мы тогда с вами попрощаемся. Может быть, вы что-то скажете им такое, изнаболевшего. Изнаболевшего? Да, ну так, ну прощание что-нибудь такое. Ну, всем, которые куда-то планируют ехать, ребята, давайте, пытайтесь, делайте, будьте смелыми, осуществляйте свои мечты. Всё. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok